Магазин Лизард. Уникальные изделия ручной работы, исключительно из натуральной кожи. Бизнес-сувениры, портмоне, а также амулеты и символы на заказ. Торговый центр City Mall, третий этаж. Субтитры делал DimaTorzok Который, по сути, невозможно пробить? Вот нынешних хоккеистов. Александр Сергеевич, Ваша карьера игрока продолжалась с 1985 по 1997 годы, то есть 12 лет, правильно? Да, в 1997. То есть для взрослой команды брать? Да. И Вы закончили играть где-то в возрасте порядка 30 лет? 29. Почему так рано завершили? Ну, куда-то уезжать не хотелось. Уже был возраст, был уже ребенок, была семья. Ну, а здесь Сергей Алексеевич, ничего личного. Приехал Сергей Алексеевич первый раз. Ну, и маленечко мы не сошлись. Я как игрок, он как тренер. Не поняли тогда друг друга, первое наше знакомство. Ну, и решил закончить. Доиграл последний сезон по контракту за «Металлург-2». Там как раз Лаухин. Разделение клубов, наверное, если помните, тогда в одном клубе был Заикин президент, в другом Филипенко. Ну, и просто из уважения к Филипенко позвал, говорит, давай еще сезончик попылишь. Молодым его потом поделишься. Ну, я согласился. В принципе, как такового не было там никаких предложений особых уже. И все. И решил взять большой гвоздь, вбить его в стену и повесить коньки. Получается, вы чуть-чуть не доиграли до тех сезонов, когда «Металлург» медали завоевывал. Обидно было, наверное? Ну, обидно, не обидно. Конечно, хотелось бы всегда. С детства спортсмен, когда это все в крови, это все. Конечно, хотелось бы и медаль. Хотелось бы и на более высоком уровне где-то побороться за плей-офф, за какие-то места. Ну, ни о чем не жалею, что сделал. Судя по статистике, если смотреть на цифры, вот прям супер-бомбардиром вы никогда особо не были. Расскажите, что было вашим хлебом на площадке? То есть, за что вас ценили и предлагали контракты? Ну, мой хлеб-то были вбрасывание. Была игра, работа на пятаке. Вы центральный нападающий? Да, на своем, на чужом. Ну, я думаю, что больше у меня не было плюсов. А чем были недовольны по ходу карьеры? То есть, в себе что бы хотели улучшить? Ну, это извечная проблема, на которую сейчас постоянно долблю, пытаюсь достучаться до детских тренеров. В свое время не научили кататься. И всю жизнь не учился. Без катания в хоккее, хоть раньше, хоть сейчас, сейчас тем более, без катания очень сложно там выжить. Но вот... Это основа, да, такая? Я думаю, что это самое главное в хоккее. Поэтому долблю тренеров, уделяйте мальчишкам внимания. Он приходит в команду, даже в молодежную команду, в Кузнецкий медведь. Если он не умеет кататься, ну, единицы выживает. И я могу даже по пальцам одной руки пересчитать, кто слабо катался и хотя бы в медведях зацепился. А про металлург даже речи нет. Правильно понимаешь, что в основном выходили во втором-третьем звенях? Да, во втором-втором, в основном второе-третье звено, ну, были яркие сезоны, когда царство в небесном. Вадим Морозов объединили на совместе Морозов, Гросс, где-то первым звеном походили. И более-менее так и... Ну, интересно было играть, конечно, с ним. Нужно было просто открыться. А уйма передач, уйма моментов. С ролью хоккеиста второго-третьего звена вы смирились или до самого конца, в принципе, пытались выше пробиться в первую пятерку? Ну, здесь же понимаете, и, наверное, повторюсь еще раз, если с моим катанием, которое у меня было катание, и... Вы это осознавали? Да, конечно. И так, можно сказать, выше головы провел там. А почему взрослые не могут переучиться кататься? Ну, можно подправить что-то, можно маленечко там где-то, если сидишь, сидишь, сидишь. Ну, последний пример – это вот Тимур Фадкулин. Приехал парень, неплохо катался, но недостаточно для того. Сидели, мучились, в том числе там просила Пархоменко, просила Евстафьева, чтобы, как они, как бывшие защитники, посидели, посидели много, и после тренировок оставались. Но можно чуть-чуть подправить, а научить. К сожалению, в этом возрасте уже бесполезно. Вернемся к самому началу, к моменту с завершением карьеры игрока. В проекте, в интервью для молодежной хоккейной лиги вы упоминали, что как только человек заканчивает играть, есть такая проблема, что вокруг него резко пропадают друзья. То есть, пока играл, пока был действующим хоккеистом, людей много, можно выбрать, с кем пообщаться, с кем с вечером куда-то сходить. Потом наступает момент, когда они куда-то пропадают, и человек им становится почему-то больше неинтересен. Закончил, выходишь, алло, а где вы? А никого нет. Как это происходило с вами? Ну, сейчас немножечко жизнь поменялась, конечно. Сейчас ребята хорошо зарабатывают, они обеспечивают себя на оставшуюся жизнь. Когда он закончил с хоккеем, ему уже это по барабану встречает его, кто-то там зовет его куда-то. Он обеспеченный человек, он ищет свой путь. Кто-то там становился менеджерами, кто-то тренерами, кто-то свой бизнес уже там у него есть. Кто-то просто там на печке сидит, хватает на что пожить. А в то время, в то наше поколение закончил, ну, может, на год хватит там тех денег, которые, их деньгами-то не назовешь по нынешним временам. Все основывалось, там, друзья, товарищи, знакомые. И когда, ну, ты всем интересен, когда ты хоккеист, с хоккеистом там можно там посидеть и выпить, и погулять, и пригласить куда-то, и в кафе сходить, ну, ведь в том числе и слабому поводу, это тоже интересно. А когда ты закончил, ну, сколько таких людей? Обыкновенный человек, ничего не умеешь больше в жизни. Самое страшное. Мы в свое время там не доучились, а вернее, не учились, наверное, ничему, никаким профессиям. Выходишь, кто там преподаватель, преподаватель физкультуры ты, ну, в лучшем случае, там, детский тренер. Это в лучшем случае, если повезет. Почему оно пропало-то, это дружеское было вроде бы, и все? Ну, я же еще раз говорю, то он дружит с хоккеистом, а то он дружит с обыкновенным человеком. Статус? Конечно, конечно. Только закончил, все, про тебя забыли. Ну, год еще, там, два, где-то там поковырялся, побарахтался, а потом... Вы упомянули про зарплаты того времени. Грубо говоря, на что вам тех денег хватало, которые в 90-е годы зарабатывали хоккеистом? Ну, на что хватало? Иногда, может быть, съездить отдохнуть и то не летом, а весной, потому что летом это было невозможно, так как профессия. Сборы? Да. А больше ни на что не хватало. На машину вы не могли, допустим, за полсезона, за сезон накопить? Нет. Вы закончили играть в 97-м, тренировать начали в 2000-м. Три года чем занимались, на что жили? Ну, год, наверное, так попытался, там, какие-то бизнесы, там, какие-то ресторанные, магазинные, ну, довольно быстро, там, через год, наверное, через полтора-два понял, что это не мое, что там не то, что ты... Как бы в ноль выйти? Да. Как бы в ноль выйти. Ну, и позвонил один мой бывший соратник по игре, Александр Николаевич Филипенко. Тогда он, не помню, какая мне должность была в клубе. Ну, один из первых людей в хоккее. В 2000-м году? Даже не в 2000-м, пораньше, потому что я успел поработать. Чем занимаешься? Я говорю, да ничем не занимаюсь. Он говорит, тренером будешь? Буду. И вот он взял меня на запсиб, футбольный стадион запсиб, там, рядышком, стояла коробка, я там был тренером, я там был заливщиком, я там был... Сами заливали, сами разметали. Под открытым небом тренировали детей? Сами по возрасту не было никаких ограничений, от самых маленьких, которые еще в садик ходили. Была так более-менее, там, какая-то раздевалочка. Маленечко помогали с клюшками, с формой, металлург. Вот так я провел, наверное, два. Две земли точно. Потом, волею случая, Андрей Зырянов, такой, помните, новокузнецкий хоккеист, с 71-го года, он тренировал на Илинке ребятишек, к сожалению, погиб в автокатастрофе. Ну и Александр Николаевич назначил меня вместо него на Илинку. На Илинку, 92-й год, это Денис Панфилов, Иван Телегин, Никита Бардаков, Юра Назаров. Ну, очень много пацанов. Так получилось, что интересный год попался. Там я отработал, наверное, ну, почти год. Ну, и опять в один из вечеров после тренировки звонит Александр Николаевич Филипенко. И говорит, ты готов работать во второй команде? Я говорю, почему нет? Конечно, готов. Это нынешний как бы равнозначно по статусу Кузнецкий Медведев? Да, да. Ну, только тогда вторая команда, там не было никаких ограничений по возрасту. Там и 30-летние были, и 20-летние, и 15-летние. Фармклуб свой такой, да? Да, фармклуб главной команды. И вот Александр Иванович Ермаков был главным тренером назначен, а мы с Дмитрием Николаевичем Буценко помощниками. Ну, и тогда вот это вот началось, я считаю, что моя тренерская карьера. Александр Сергеевич, мы в программе всегда спрашиваем про деньги, про зарплаты, потому что это очень интересно. Касательно вашего оклада, вашей зарплаты в Кузнецких Медведях, это 100 тысяч рублей? Нет, маленько, побольше. 150? Да. Угадал. Хорошо. После бронзового сезона вы просили увеличения? Нет. Сошлись на тех же условиях? Мы не сходились, я просто позвонил, мне сказали, что мне ничего не надо. Почему? Вроде бы логично, это очень серьезный результат. Ну, это такая кухня. Вы знаете, зарплаты примерно ваших коллег по стране, по другим клубам, это примерно те же суммы? Да нет, побольше. Вы как-то можете влиять на зарплаты подопечных, на игроков, как-то, или штрафовать, или примировать их, вы лично? Нет. У них все в контрактах подписано? У них все. Они там сами себя штрафуют, у них там есть свое. Внутри команды. В смысле, игроки друг друга? Ну, не друг другу, но они же там опаздывают, опоздание там взять. Дисциплина, Вячеслав. Конечно. А сейчас от скольки до скольки зарабатывает игрок полевой в МХЛ? В МХЛ? Да там совсем слабые деньги. В нашей команде. Я не знаю, как в МХЛ. 20-15? Больше, наверное, все-таки? Нет, меньше. Серьезно? А такие супер-бомбардиры, которые на всю страну гремели, как, допустим, Пархоменко или Караваев, наверное, они же за счет каких-то бонусов все поднимали? Да нет, конечно. Нет? Тоже фиксированные и не очень большие? Это же, наверное, не очень хорошо. Это неправильно. Глядя на зарплаты тех же взрослых, да? Почему так происходит? Ну, это никак не вопрос. Александр Сергеевич, у вас есть опыт работы и со взрослой командой металлург в качестве тренера, и с молодежной кузнецкой медведей. где сложнее? Ну, нигде не легко, тут и везде свои нюансы. Расскажите. Ну, в металлурге, конечно, ответственность, потому что весь город, вся страна, даже и за границей смотрит. Большая арена, да, такая? своя специфика. То есть, мэр, сэр, там все, тяжело очень, но большая ответственность, напряженность. Но, с другой стороны, с мальчишками, здесь приходишь каждый день, каждый день нужно что-то придумывать, не знаешь, кого заберут, кого привезут, кто уйдет, кого подадут, и постоянно вот этот вот... В тонусе? Постоянно в тонусе. Единственное, что с пацанами интересно, сам себя молодым чувствуешь. Придешь, они... Расслабиться с ними невозможно. Если сегодня улыбнулся, это надо будет недели две рычать. Потому что... Похвала порог, лопать. Все сразу, головка там, где тоже, я уже там сядь кем-то почувствовал. Не дай бог, что там в первую команду порекомендовал, чтобы взяли, посмотрели, или там позанимался с первой командой. Это... Ну, опять же, приятно. Потому что приходишь и видишь, сегодня он... Это не мог, завтра это не мог, послезавтра оп, и стрельнул, и заиграл, и полетел, и... Постоянно эмоции. Конечно, и ругаешься, и орешь, Ну, и любишь. В первую очередь пацанов. Даже не знаю, в первую очередь хоккей, или в первую очередь пацанов. И то, и то. Очень приятно с утра. Вечером придешь, там, вроде тяжело, там, покряхтишь, посопишь, а-а-а-а-а-а-а-а-а. А с утра осталось опять охотой идти. Они ноги сами идут. Если еще сказать про работу со взрослой командой, помимо ответственности, какие еще факторы там есть? Ну, это постоянно вот это... Хочется, чтобы... Я не хочу никого обидеть, там, из ребят, потому что у меня их было очень много. Хочется, чтобы получше, там, слепить, чтобы какого-то результата достичь. К сожалению, это не всегда получается. И не всегда удается, что в финансовом, что в мастерстве. Поэтому приходишь, ты бессонные ночи, постоянно себя в чем-то винишь, упрекаешь. Почему не смог это сделать? А почему до этого не донес? А почему вот это не получилось? Пытаешься пробить потолок, который, по сути, невозможно пробить? Ну, по сути, невозможно, а хочется же. Потому что идешь домой, встретил того-то знакомого, того-знакомого, болельщиков, специалистов, хоккеистов. Все спрашивают, а что это? Эти, 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 эти. Вы этих проиграли, вы этих не выиграли. И они... Но, к сожалению, это замкнутый круг. Приведите пример приема, который, допустим, с молодежью работает, тренерского приема, а со взрослыми уже абсолютно бесполезен. Или наоборот? Ну, здесь много, конечно, всяких нюансов. Много... Ребятишек проще замотивировать. С одной стороны. со взрослыми можно прийти и сказать, сегодня двойная премия или тройная против Акбарса или ЦСКА. бывает такое, можно сказать, дестерная, а мы все равно ничего не сможем сделать. Сам ты это понимаешь. Мужики, уже это не мальчики, уже мужики, они это понимают. Хотя бывает, раз и обыграли. А бывает, и не надо говорить. Ну, а с мальчишками иногда возьмешь, наорешь, иногда уйдешь, оставишь их там между собой, они там вроде там пошебуршали, пошебуршали, там тык-тык-тык, смотришь, за что зацепились. Надо чувствовать, да, когда дать им самим? Да, да, ну, это, я не говорю, что это, как-то звезда, но это искусство везде. Что в хоккей, что в театре, что в раздевалке. А иногда придешь в перерыве, стоишь, помолчишь, а иногда просто придешь, ощущаешь, как с родными, хотя они и так родные. Посидишь, обсудишь что-нибудь, поговоришь, поговоришь, а потом как рявкнешь, и уйдешь. Раз, все переменилось. Ну, к сожалению, очень много таких моментов, что это надо чувствовать. По ходу тренерской карьеры было ли у вас когда-нибудь ощущение, что вас сливают? То есть, не обязательно вся команда, но отдельные игроки делают на площадке не все, что могут, чтобы показать руководству клуба, что вы не справляетесь с ними, и вас нужно убрать. Тяжелый вопрос. Если бы я такое заметил, я бы сам ушел. особенно с детской командой, с молодежью. А вообще, вот такое чувство, это самое мерзкое, что может случиться с тренером? Мне кажется, это самое страшное, это самое плохое, это самое неприятное. Последний год, когда вы работали со взрослой командой, с Металлургом, по-моему, 2013, тогда вы очень хорошо стартовали в чемпионате КХЛ, но потом случились 9 поражений подряд и вас уволили. Тогда это не было сливом. Интересный момент. Не задумывались на этот счет? Ну, во-первых, я всегда верю, всегда доверяю. Во-первых. во-вторых, ну, там, наверное, просто не было таких мастеров, чтобы давать результат. Чтобы они сливали. Это не так просто, да? Незаметно слить? Да, конечно. Сложно ответить. После того, как вас уволили из Металлурга, если называть вещи своими именами, вам след еще, ну, чуть ли там, не тонну дерьма еще в прессе в след вывалили. Это и мэр делал Сергей Кузнецов, это и на тот момент руководитель клуба делал Владимир Роккель-старший. То есть, вы и с предсезонкой не справились, и селекцию провалили, и игру команде не поставили. И, ну, вы помните, очень много было сказано. Многие тогда сомневались, что вы после такого в системе новокузнецких хоккейных команд продолжите работать. Ну, потому что сделали из вас козла отпущения. Почему вы здесь до сих пор? Как вы вот это вообще, вот эти все эмоции через себя пропустили и остались в строю по-прежнему? Ну, просто, что тогда, что сейчас, я могу сказать честно, открыто и прямо. Прошло время. Прошло время. У меня прекрасные отношения с Роккелем, с Кузнецовым, с младшим Роккелем. Они поняли, что они не правы. Как это выражалось? Они извинялись? Ну, это давайте останется между нами, а самое-то главное. Ну, скажите, пожалуйста, сильнее ты команду кто-нибудь собирал. Сильнее той. Но мы знаем результаты всех последних лет. Я не хочу никого обвинять. Как говорил великий Сергей Алексеевич Николаев, собаки лают, караван-то идет. Так что, да, это неприятно. Это, это, правильно сказали, как это удается? Ну, во-первых, во-первых, у меня прекрасна семья. Любимая жена, любимая дочка. Помогли? Если бы не они, конечно, тяжело бы было. У меня есть друзья. Так что, ну, а тут, еще раз говорю, время, время, время. Вы без перерыва работаете либо в металлурге, либо в медведях тренером или спортивным директором, в металлурге, еще, по-моему, 6 лет, что-ли, последних. За это время сколько у вас было реальных предложений возглавить команду в другом городе, не в Новокузнецке? Ну, предложения, конечно, были. Даже этой весной, вот. После бронзового сезона? Да. Пришли, не успели красной армии проиграть в последнюю игру. А уже звонит опять Александр Николаевич Филипенко. Ну, это приятно всегда. То есть, из каких клик предложения были? Ну, вы же знаете, где Александр Николаевич Филипенко? Вот он и позвонил. А кроме него? Если не называть команды и... Там в основном это все-таки ВХЛ, МХЛ. Я не могу сказать, что мне звонят там с Акбар, с Магнитки приезжали. Почему остались? Ну, знаете, скажу, что люблю город. Они поверят. А я его люблю. Скажу, что дурак. Тоже не поверят. Тут очень много таких моментов. Иногда сам себе сам себя спрашиваю. А что ты не едешь никуда? Ну, не знаю. Ну, мне здесь нравится. Может, ну, пусть это не обидно прозвучит, может, не хотите покидать зону, к которой привыкли, зону комфорта определенную? Ну, я, наверное, знаете, я такой человек, вот, я здесь знаю каждую тропинку, каждую дорожку, я не знаю, может, это и ненормально. часть жизни уже в такой счете. Да это не то, что часть жизни, я просто не представляю себя без этого. у нас есть рубрика вопрос от моей мамы, в принципе, в названии отражена вся суть, перед тем, как идти на интервью, я рассказываю маме, с кем буду беседовать, она передает какой-то вопрос. У вас она, ну, она в спорте немножко ориентируется, интересуется, она знает, что вы работали в свое время с таким известным очень человеком и хоккеистом, тренером Борисом Петровичем Михайловым. Вспомните какие-то пару историй, которые либо с ним здесь приключались в ходе вашей совместной работы, либо которые он вам рассказывал, ну, явно же были вечера, когда сидели, беседовали, слушали, все это впитывали. Ну, очень много, конечно, рассказывал, очень приятно. Борис Петрович, это знаете, это такой, участок жизни, где мне очень нравилось с ним работать, общаться. Мы сейчас с ним часто общаемся. Вы были его помощником в тренингском штабе и спортивным директором до клуба при нем? Ну, таких историй, чтобы для прессы. Я так вспоминал, вспоминал, почему-то у меня нет таких. Может быть, что вас больше всего удивляло в его манере наставника, как он доносил информацию до хоккеистов? Борис Петрович, это, конечно, Постоянные шуточки, приколы, подколы, особенно с пацанами. Это весельчак. Это не такой, скажем, может быть, со стороны это и незаметно, но внутри команды это постоянно, еще раз говорю, юмор, постоянно шуточки, постоянно где-то мимо него, чтобы что-то прошло, но так не бывает. Это какую-то атмосферу позволяло особую создать? Конечно. Над вами он шутил? До мной нет. Александр Сергеевич, в интернете есть информация, что вы работали в свое время со сборной Казахстана, с молодежной сборной. Что это было за период, как вы там оказались? Там так получилось, что, в общем-то, и поработать не удалось. Меня пригласил мой прекрасный друг Ирланд Сагимбаев. Он пригласил, все, согласовали уже. А получилось так, через какой-то, наверное, через месяц, через полмесяца меня назначили здесь спортивным директором. Так что, как таковой работы, да, я несколько даже ребят сделал Казахми. Турализовали в ту сторону? Да, в 86-го года рождения это Женька Костриков, Ванька Положков, Эдик Шипицын. Они съездили на чемпионат мира. Я сам бы мог поехать. Еще раз повторюсь, меня здесь назначили спортивным директором. Я позвонил ребят, они говорят, что никакой разговор, конечно. А вы, получается, в Казахстан-то успели как-то съездить там потренировать или нет? Да и вот именно что и нет. Так, можно сказать, этим свадебным генералом побыл чуть-чуть. Ну, я говорю, там, Игорь, получилось, ситуация такая. Ну, все, согласовали, договорились, обговорили. А потом меня Сергей Дмитриевич вызывает, говорит, ты будешь здесь спортивным директором. Ну, как, ты бы куда поехал? Ну, я бы, наверное, как вы и сделал. Ну, поэтому это так получилось, что, знаешь, вроде как, тренер сборной Казахстана. Хорошо, с Казахстаном разобрались. Также вы работали тренером из молодежной сборной России. Это, наверное, вообще было такое неожиданное исполнение мечты в какой-то мере? Ну, в Дом Кузнитке оказался не нужным. Это был тот период. Мне позвонил мой прекрасный друг. Владимир Плющев. Владимир Анатольевич Плющев. Нет, вообще нет вопроса, я с удовольствием. И все, ну, там не год даже, ну, почти год получилось так. Мы съездили на Сабвей, мы съездили на Чемпионат мира в Канаду. Ну, к сожалению, результат. С Плющевым вы до этого как познакомились, почему вы называете его хорошим другом? Ну, до этого я был спортивным директором, он возглавлял Северсталь, ну, а мир-то он... Хоккейный тесен? Конечно. На молодежном чемпионате мира 2010-й был год. Сборная России под руководством главного тренера Плющева и, получается, под вашим началом как помощника заняла шестое место и это худший результат за последние 15 лет. Что не получилось тогда и вот этот четвертьфинал со Швейцарией, что это было? команда-то была Орлов, Китцин, Кузнецов. Они же через год и выиграли. Да. Ну, вот этот гребаный матч со Швейцарией, понимаете, он иногда ночью как приснится, приснится. Слово гребанное многом говори. Ну, тут иногда я не знаю, почему так получилось. Сложно очень. Там Орелик, там... Вы про потерю на последних секундах в своей жизни? Ну, хрен знает, что там с ним произошло. И все, и... А с финнами-то вышли, там уже не играли за 5-6-й. Владимир Плющев тогда значительную часть вины возложил на капитана команды нападающего Никиту Филатова известного. Согласны с этим? Я согласен. Хотя за глаза не говорю. Но я ему тоже за глаза говорю. Что Никита не сделал, то, что должен был делать капитан? Или в чем-то другом была проблема? Чисто в игровых качествах? Да, наверное, скорее не в игровой. не знаю даже, Игорь, там, понимаешь, там... Ну, не все я могу сказать даже сейчас. Не было ли у вас чувства, что чуть ли не упустили шанс всей карьеры своей тренерской? Потому что представим, что Россия, ну, скажем, выходит в финал, первое или второе место занимает. вы возвращаетесь, все молодцы, все герои. Плющев там в интервью говорит, что у меня Китов, там, просто красавец, он в тренерском штабе колоссальную работу проделал, очень много хороших идей, ну и почему нет, вполне возможно вас зовут в какой-нибудь громкий большой клуб. Отличное ваше восприятие этого результата. Ну, надеялись, понимаешь, ехали туда, ехали туда, ну, что мы останемся без медалей? Даже мыслей таких не было. Ну, вот эти швейцарцы, тяжело? Очень. Вспоминайте сейчас об этом. Да бывает. Знаешь, как приятно когда-то на чемпионате мира медаль дали. А сейчас я и не знаю, как это. Александр Сергеевич, у нас есть рубрика, которая называется «Возгорание». Мы спрашиваем героя программы о том, что его бесит или очень сильно раздражает в сегодняшнем мире. Это может быть связано с вашей работой, с чем-то бытовым, с чем угодно. Есть у вас такие вещи? Даже не знаю мне такого, чтобы меня что-то бесило. Может, это действительно на работе, по крайней мере, мне вообще такое... может, в доме, не знаю, труба бежит постоянно, и с ней никто ничего не делает. Что-то такое. Не знаю. Вообще, я стараюсь, чтобы мне ничего не бесило. Беречь нервы? Да. Хорошо. Может быть, предположим, по отношению молодых хоккеистов к своим карьерам. Что они не делают, чего не соблюдают, что им мешает развиться, что они упускают? Это можно перечислять день и ночь. А я ничего не делаю. Вот это и бесит. Что вы имеете в виду? Ну, они недостаточно к себе требовательно относятся. Назовите несколько отвлекающих факторов? Девочки, приставка, что-то еще. Вот сейчас возьму. Вот они нынешние хоккеисты. Вот это бесит. Заходите в раздевалку, это такая картина? В раздевалке мне нельзя это. У нас это запрещено в раздевалке. Да? Да. А когда-то было? Разрешено. Телефон в раздевалке? Окей. А почему это запрещено у вас? Ну, потому что вот это и бесит. они сейчас не разговаривают. Они сейчас скоро даже в автобусе седут между собой, будут через телефон. Насчет исключения Металлурга из КХЛ. Повлияло ли оно на кузнецких медведей? В том плане стало ли сложнее сюда игроков молодых приглашать? Потому что раньше они если ехали сюда они знали что они заявляют себе в медведях тут же могут в КХЛ выступить за Металлург. Высшая Лига сейчас совсем не та мотивация? Да, конечно. Ну, сейчас как позвать мальчишку с Красноярска? У него уже был такой случай недавно? Да вот ну там он говорит вы знаете у меня там тоже говорит первую команду приглашают и что я сюда поеду И сколько вот в этом межсезоне так слетело людей человек пять есть? Да конечно На должности тренера кузнецких медведей был ли у вас хоть один такой рабочий день когда вы не ругались на подопечных матом давайте уточним рабочий день когда есть либо официальный матч либо тренировка Хоть один день Почему это настолько неотъемлемая часть? Без этого не воспринимают? Без этого не воспринимают Иногда идут на тренировку с утра о себе говорю Давай сегодня поспокойнее Не буду орать Да ну что ты думаешь пришел Минуту продержался Да не минуту тут же что у нас и доктор есть у нас есть помощники главного тренера Всех надо проконтролировать Конечно Самое дерзкое что вам когда-либо отвечал хоккеист когда вы работали тренером Да они же так-то не говорят не боятся что-то Между собой могут что-то обсудить Так не отвечают Да конечно нет Болельщики могут конечно что-нибудь придумать что вот а так у нас они хорошие ребята ласковые нежные Хоккеисты вообще спорят с тренером часто Да нет О чем спорят Ну допустим вы что-то сказали он вам да я вот в этой смене этого не делал там или ситуация к этому не располагала вот так объясняют как нет бывает конечно А вы вообще считаете игрок должен ну просто воспринять информацию ее переварить и так делать как тренер говорит или он имеет право на диалог нет диалог конечно может иметь право Вы как это воспринимаете когда вам игрок что-то отвечает на вашу критику лучше ему этого не делать Ну я же не сознает ему чтобы помочь ему развивать конечно есть ли такой поступок или такая спровоцированная ситуация за вашу хоккейную жизнь за которые вам до сих пор стыдно если я считаю что я не прав в чем то я бываю наругал я себе это не держу я завтра прихожу в раздевалку если я это говорил в раздевалке и при всех спокойно извиняюсь при всей команде да для меня это я не считаю для себя это зазором то есть признаете что иногда перегибаете палку конечно перед судьями приходилось извиняться потому что это отдельная тема расскажите взаимодействие тренера и судей это мне кажется всегда особенный градус не перед судьями никогда не извинялся и не собираюсь такое ощущение что у вас к ним есть личный пунктик а в чем почему так это те люди которые могут одним решением убить большую работу понимаешь хороший судья он не заметен он должен не заметен а когда они там начинают там да ты знаешь я там ну кому это интересно последнее оказавшись перед Дмитрием Чернышенко что вы ему скажете ничего он же очень плохую вещь сделал пусть это будет на его совесть Александр Сергеевич огромное спасибо что согласились поучаствовать в программе было очень интересно заглянуть за кулисы вот этого хоккейного мира спасибо вам что создали такую атмосферу спасибо что пришли в гости успехов вам в работе спасибо огромное спасибо вам тоже Друзья розыгрыш приза специально для зрителей интеркью сегодня это эксклюзивный плакат с автографами команды Кузнецкие медведи изготовленный самими игроками бронзового состава чтобы его получить нужно подписаться на наш канал на ютюбе поставить лайк этому видео и в комментариях под ним оставить ваш вариант мощного хэштега с которым Кузнецкие медведи проведут сезон напомню в прошлом чемпионате команду и болельщиков объединил хэштег порычим автор самого крутого на наш взгляд нового варианта и получит приз болейте за любимую команду и смотрите интеркью пока отец нового варианта мяча мяча ному пожилю Продолжение следует...